Девушки отдыхают Потому что педали же крутятся постоянно И ты такой, блин, а как тормозить? А что это вообще такое? Изначально немного было такое, какое-то чувство адреналина Это как любовь с первого взгляда, только с велосипедом То есть сперва тебя это пугает Сердце бьется, какое-то такое чувство странное, что-то необычное Реакция на новизну, так сказать, стресс Но когда ты слазишь с него, ты понимаешь, что это было круто Что хочется сесть и еще раз попробовать Честно говоря, было большим контрастом, когда начал на нем ездить То есть буквально с четвертого раза я забросил горник И больше на нем не ездил вообще Вплоть до того момента, пока я его не продал Ну вообще, это трековый велосипед, который предназначен для езды на велотреке У него нет тормозов, у него есть только цепь и заднее колесо с глухой передачей То есть крутишь педали назад, колесо крутится назад Крутишь педали вперед, колесо крутится вперед Если не крутишь педали, не крутится колесо То есть ты должен, грубо говоря, крутить всегда В бытовом плане, как я, допустим, езжу по улице, где-то гоняю по своим делам У тебя идет просто максимальная связка с велосипедом То есть то, о чем я говорил уже ранее Ты чувствуешь велосипед Ты просто лежишь к нему полностью Каждое твое движение, оно имеет значение Как для тебя, так и для него По факту, тормоза там нет, но тормозить можно То есть технически его нет, но фактически он есть То есть ты угадываешь в какой-то момент И просто тянешь колесо в обратную сторону То есть на это не нужно много сил То есть лечу такого, нужно просто небольшое умение В один момент как-то я на мокром асфальте чиркнул колесом У меня как будто все пазлы в голове сложились И я понял, ага, так это просто И все И с того момента я оттормаживаюсь, вообще не проблема Но проблема фикса в том, что на нем невозможно ехать медленно Он разгоняется сам по себе То есть ты просто едешь, и он тянет тебе разгоняться Ты неосознанно начинаешь, скажем так, идти на поводу у него За день, как правило, ты немножко изматываешься и устаешь То есть накапливается много всяких проблем Которые мозг переваривает, как правило, когда ты только ложишься спать Стоясь на велик, ты как-то расслабляешься Иногда спускаешься где-то с какого-то спуска На спидометре видишь, что у тебя 47-48 И какая-то машина едет рядом, и мужик такой из окна Это является по сути дела каким-то антистрессом То есть ты скидываешь нагрузку Выбор сесть на автобус и толкаться со всякими старичками Общаться с ними по поводу грядок Или еще чего-нибудь такого Это, конечно, замечательно Но ты бы мог сидеть, крутить педали и смотреть вдаль То есть наслаждаться какой-то внутренней романтикой По проезжей части, как бы глупо не звучало, реально ездить безопаснее На тротуаре ты едешь, ты подвергаешь опасности мало того, что себя Потому что куча канализационных люков, куча каких-то ям Часто пешеходка не освещена, если ты едешь вечером Ты едешь и едешь, в один момент ты резко начинаешь тормозить Падаешь, валяешься на асфальте А все потому, что человек выгуливает свою собаку С растянутым поводком на всю дорогу То есть, грубо говоря, ты едешь, ты этот поводок видишь в последний момент А едя по дороге, ты придерживаешься в какой-то своей крайней полосе То есть ты никому не мешаешь, тебе никто не мешает А вторая причина в том, что такой велосипед предназначен для того, чтобы ездить быстро То есть, ну, быстро в понимании того, что средняя скорость 30-35 км в час На самом деле, я достаточно редко встречаю на дороге людей Которые, скажем так, хамят Есть такие люди, которые просто, ну, едут, они немножко сторонятся То есть ты там тянешь где-то в своей крайней полосе То есть где-то они тебе уступают дорогу, где-то не уступают Но есть такие личности, которые именно, как говорится, учителя по жизни Которые начинают тебе сигналить, подъезжать, опускать боковое стекло Начинают читать какие-то аннотации Либо откровенным матом крыть, там, ты такой, ты сякой Хотя вообще какой смысл? По сути дела, он меня отвлекает и себя отвлекает от езды на дороге То есть секрет в том, чтобы не попасть в аварию Это просто уважать всех участников движения Стараться им не мешать И что, ну, если они мешают тебе Скажем так, когда тебя кто-то начинает провоцировать Не отвечать в ответ Ну, потому что агрессия провоцирует только агрессию А за агрессией только негатив Ну, а мы же на позитиве Это так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok